Для Алины Каримовой пополнить ряды людей в военной форме всегда было заветной мечтой. Достойным примером доблести и чести для будущего офицера в юбке был дедушка, также из браво полка военных. И вот мечта стала реальностью. Осталось только произнести заветные слова. Служу республике Беларусь! Ставь строй! Есть! Я очень горжусь, я рада за нее. Она этого очень долго хотела, и она попала сюда. Что хочется пожелать? Ну, удачные ей службы. Я думаю, что она справится, все у нее будет хорошо. Это мечта всей моей жизни, можно сказать. Мне очень нравятся люди в форме, в погонах. Это очень престижно в наше время, когда девушка служит в армии. Я хочу достойно служить и пополнять мужские ряды своим женским коллективом, можно сказать. Кстати, из полсотни новобранцев, будущих блюзителей охраны правопорядка, только две представительницы прекрасного пола. Под звуки военного оркестра они торжественно клялись защищать свою родину. Поздравить новобранцев с принятием присяги пришли не только родные и близкие. Проводили их военную жизнь и дали на путь в начале непростого пути представители городской и областной вертикали власти, церкви, наставники по службе, а также ветераны. Заместитель командира войсковой части 5526 Андрей Долинин уверен, ребята к службе готовы. Конечно же, каждый из них себя готовит к этой службе. Ну и естественно, военнослужащие в течение месяца постигают определенные навыки, обучаются военному делу и на протяжении месяца подготовили себя о достаточно высоком уровне и уже готовы выполнять и защищать определенные задачи по защите территориальной целости нашего государства. По традиции, после торжественной церемонии принятия присяги на площади церемониалов родным и близким дали пару минут, чтобы обняться со своими уже стражами порядка. У них впереди служба, которая станет очередным военным экзаменом, который они без сомнения сдадут на отлично.